13 октября все пришедшие в Большой зал Ленинского мемориала стали свидетелями мировой премьеры оркестровой пьесы «Контур тишины» Арсения Гусева. Он стал победителем первого всероссийского конкурса произведений молодых композиторов «Другое пространство» и это сочинение Илья Дербилов, который входил в состав дирижерского жюри конкурса, выбрал для исполнения в Ульяновске. Он замечательный пианист и достаточно давно пишет музыку. И, кстати, его произведения уже исполняются. Во-первых, они исполнялись в Москве, там музыкальная сказка про Капитошку, потом исполнялись в Омске. И сейчас, когда мне раскрыли имя композитора этого сочинения, оказалось, что это тот самый Арсений Гусев, с которым я прекрасно знаком, и произведение которого мы все-таки хотели даже пустить в наш детский абонемент. Просто еще руки не дошли. Контур тишины, как отметил Илья Дербилов, произведение, которое отражает внутренний мир Арсения Гусева, но оно очень сложное для исполнения оркестра. А затем последовало воспоминание о «Дорогом месте». Это цикл пьес великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, включающие размышления, скерца и мелодию, где солистом выступил московский скрипач Михаил Почекин. Эти три пьесы для скрипки с оркестром Чайковского, по мнению специалистов, тоже очень сложны в исполнении и требуют тончайшего взаимодействия между всеми музыкантами оркестра с солистом. Тем более с таким ярким скрипачом Михаилом Почекиным, представителем музыкальной династии и играющим на инструменте, сделанном руками его отца. Во-первых, это очень хорошие первоклассные инструменты. И когда с симфоническим оркестром выступаю, очень много у меня звуковых возможностей. Ну и потом, естественно, чисто ментально, чисто на уровне чувств. Это очень особенный цикл для меня. Помимо трех пьес для скрипки с оркестром, прозвучала четвертая симфония Петра Ильича Чайковского. А затем уже набис и сольно Михаил Почекин сыграл фрагмент одной из скрипичных сонат Иоганна Себастьяна Баха. Алексей Майтюнин, репортер 73.